Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. А кто ждет сын? Кто из каких? Ульяновск, Пермь, Глазов, Екатеринбург и другие. Да, не близкие такие. Весь север у нас нынче едет. Сыктывкар, Воркута уже приехали. Уже приехали. Уже помогают. То есть это везде клубы исторической реконструкции, которые существуют. А во всех этих городах проводятся подобные турниры? Или Вятка здесь отличилась в этом? У нас чем дальше в Сибирь, тем меньше. Крупные города, конечно, могут себе позволить. Администрация помогает. И народу больше. Но Киров все-таки немножко отличается. У нас как-то разнообразие. И масштаб больше, чем в других подобного масштаба городах. А какой это уже турнир по счету? Ведь не первый же уже. Пятый год и турнир уже шестой, наверное. То есть уже шестой турнир вы проводите? Да. А вот много ли людей собирается? Участников? Участников много ли участвует в нем? Участников не очень много. От 40 до 60 обычно бывает. Я не думаю, что 40 или 60 рыцарей это немного. Это можно уже войну вести, наверное. Я думаю, что нынче мы до сотни. Они уже... Можно ли поближе к микрофону, пожалуйста? Поближе, давай. Сергей, поговорите. Я думаю, что до сотни нынче будет участников. То есть наберется. И все эти участники, они в этом историческом облачении? Все в историческом, да. В рыборском, это же... Кто-то в железе ходит, кто-то просто в одеянии. Вот этот льняной. Это шьют сами ребята, вот эти костюмы. Как они, плащи-то? Ну, в общем... Рыборские плащи, скажем так. Да, да. Все равно кто-то не знает, как это называется. Девочки в плате, их вот. Они задолго это все шьют. А девочки участвуют в турнире? Они участвуют в показательных выступлениях. Подавайте поподробнее об этом. Вот у нас два дня с вами. В первый день что будет происходить? Значит, Николай, расскажи первый день, я расскажу второй. Значит, первый день у нас открывается парадом. Все красиво себя покажут. В том числе... Во всей этой вот уже одежде, да? Да, в том числе на лошадях верхом. Далее у нас будет турнир один на один. Поединки. Поединки уже, то есть? А на чем драться будут? Турнир называется триатлон, потому что три вида боев проходит. На мячах просто меняется тип, то есть тип щита. Есть там поединок без вообще щитов, ну, чтобы себя во всех как бы навыках показали сражающиеся. Бои конные или пешие? Бои у нас пешие, но вот Сергей, я думаю, поподробнее расскажет с программой конной, как бы полностью его задача. Давайте мы пока про первый день, а то вы как-то так вот первый день. У него второй день пока, говорите про первый. Ну, у нас конные программы, потом будут участвовать различные выступления танцоров, ирландские танцы, средневековые танцы, мастер-классы, выступления. А кто будет показывать ирландские танцы? Кировские, да, танцоры? Да, это кировские клубы исторических танцев. Также у нас первый день пройдет лучный турнир. Кстати, в лучном турнире очень много девушек всегда участвует. И работа ярмарки, много других площадок, киров обширно представлено будет. А на ярмарке продаваться будут тоже такие стилизованные какие-то вещи под старину, или это просто обыкновенная ярмарка? В том числе. Мы стараемся, чтобы больше было подобного плана. Вот кто занимается ручным каким-то изготовлением, всячески связанное, близкое. То есть по теме подходящее? Да, да. Что касается ирландских танцев, вот меня очень заинтересовало, много ли в Кирове танцуют их? Это какой-то клуб, где можно научиться? Наверное, это кому-то будет интересно. Да, в Кирове есть. Танцы, кстати, классные. Классные, риверденсы. Там так ноги активно работают. Ну, там, насколько я знаю, больше парные. Тоже очень зрелищные, веселые танцы. Есть в Кирове клуб. Наверное, не больше 15 человек занимаются. Я думаю, будет это здорово, и все желающие могут себя попробовать. То есть будет мастер-класс бесплатный, покажут, как танцевать ирландские танцы. Обязательно. Только ирландские танцы будут. Ну, еще у нас будет коллектив исторических танцев, средневековые, различные. Тоже кировские? Да, тоже кировские. Это первый день. Это первый. И еще по первому дню вопрос. Вот когда у вас будет конный парад, вот, да, вот там конные какие-то вещи. Лошади-то все местные или они с собой? Или сами на лошадях Екатеринбурга? Очень сложно лошадей привезти. Все лошади местные, Порошину, вот, Сергея, можно сказать. Вот как раз мы переходим, так сказать, постепенно к Сергею. К второму дню? Да, к второму дню и к Сергею, да, Сергей. Да, второй день, на самом деле, он будет насыщенный. Если будет кто-то из людей выбирать либо третьего приехать, либо четвертого. Четвертого, конечно, будет намного все динамичнее проходить. Значит, опять же, начнем в 11 у нас парад участников. То есть все мы на лошадях, конницы выходим, все полностью, и лошади наряжены, соответственно, в Попоны и мы все это сама наряжены. Потом, значит, ребята все по клубам пойдут. То есть полноценный парад с лагами со всем. Вот, потом после чего начинаются, значит, уже командные бои. Если в первом дне у нас было одиночное бои, один на один бились, то тут уже будут командные бои 5 на 5 уже будут биться ребята. То есть клуб на клуб? Клуб на клуб, да. Либо если в каком-то клубе недостаточно там человека, они там без другого клуба там добирают. Ну, факт то, что командные. И тоже на мячах? Тоже с мячами, с алибардами, со всем там. Ну, месиво такое красивое было. Вот, после чего, значит, ну, как и в первом дне у нас будет обед. Обед это будет полтретьего. Мы пригласим на дегустацию средневекового блюда. Мы будем... Какого это такого средневекового блюда? Я сразу все так представил. Представил себе костер. Представил себе костер, там баран какой-нибудь крутится. Тричана больших, да. Как это вот в фильмах-то показывают средние века, ты знаешь? Попробуем к этому приблизиться, да, каждый год мы к этому хотим. Вот, потом у нас какая кульминация еще будет? Казыки обязательно будут присутствовать 4-го числа. Это тоже показательное выступление. То есть со шашками все мы опять отойдем. Как ни крути, да, мы играем в историю, да? А история как бы наша, она... Вот, значит, покажем вот это выступление. И завершающий у нас этапом будет зажение костра, награждение и штурм крепости непосредственно, к чему мы все это ведем. В штурме участвуют уже все ребята. Давайте начнем с крепости. Какую крепость будете штурмовать? Ну, во-первых, эту крепость мы с Колей уже строим 5 лет. Ну, своими силами. Вот у нас вот нынче приезжали, слава богу, уже представители с региональных по туризму, кто занимаются, ребята, организации. Вот, они удивились в других городах, где-то, знаете, в Крыму, например, есть, да, уже построена крепость, да, там, ну, и по истории как бы. Историческая как бы, реально. И они в ней, да, реально, как бы, а мы тут своими руками, они обалдели, как бы, что мы это создали. По-настоящему. Все серьезно. Я просто боюсь, что, ты говоришь, такое там месиво, там серьезное все, думаю, сейчас они как-то эту крепость навалятся просто и снисут. Вот это самое месиво будет, да, в ближайшие выходные, 3-4 числа в Порошино, там будет проходить рыцарский турнир, о нем мы сегодня в эфире говорим. Сейчас у нас небольшой перерыв, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневный разворот в Кирове». Светлана Удельна, Николай Голик. В гостях у нас сегодня Николай Ишутинов, соорганизатор фестиваля исторической реконструкции «Рыцарский турнир на Вятке» и соорганизатор этого мероприятия Сергей Бисеров. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну что, второй день у нас, да? Мы остановились на штурме крепости, как-то так это нас сильно впечатлило. Значит, крепость. Достраивайтесь. Где эта крепость находится, чтобы визуально себе представить? Территориально, если заходите на саму базу отдыха, потому что слева на выходе к лесу, где все лыжники стартуют, то она у вас будет по левую руку, опять же, за лыжным прокатом. А она вот именно на крепость похожа, или это просто некая стена с воротами, или что-то такое условное? Нет, именно крепость, она все закрытая у нас, слава богу, мы ее завершили, донжон даже выстроен. Скажите, пожалуйста, вы ожидаете гостей из Ухты, из Воркуты, из Перми, из Ульяновска, из Глазово. Приезжают и зачем? Биться. Это же их спорт соревнования. Спорт. Да, то есть это именно как спорт. Просто люди же из других регионов едут, соответственно. Это уникальные соревнования? Ну, конечно, это уникальные соревнования. Это такой активный отдых. Там же не только сам спорт, но это и общение, торговля. Многие едут уже целенаправленно какие-то свои вещи предложить, завоевать места, попробовать себя в каких-то новых вещах, покрасоваться в костюме. Конкурс костюма забыли упомянуть во второй день. Во второй же день. Мы просто остановились на крепости, мы не дали человеку договорить про второй-то день, как это все завершится. Давайте, правда, закончим программой второго дня. После крепости что будет? Ну, в общем-то, и все за Женю Костра и награждение участников. А вот насчет костюмов за лучший костюм. Да, забыл про этот конкурс костюма. Это девчонки, а ребята тоже у нас участвуют. У девочек очень красивое платье, вот они выходят, там их, по-моему, участников 7-8. Ну, достойно. Тоже мы нынче постараемся даже наградить не только вот эту. Президентку, но мы будем еще выбирать некую леди этого праздника. То есть у нас запущен еще проект, помимо этого, кто придет не из наших клубов, не из реконструкторов, а просто придет в платье как бы средневековом, кто пошьет. Мы будем поощрять. Просто из зрителей кто-то? Да, кто-то из зрителей. А вот в прошлом году зрителей много было у вас? Ну, я думаю, что порядка 400. Порядка 400 человек, да? Да. Зрителя. Зрителей, да? А в этом году ждете? Ну, дай бог погода, если будет, я думаю, до 600-то бы надо уже. Пора уже дать. Порядка 600 человек. Да. Зрители. И вот если кто-то из зрителей придет в красивом платье в таком, да, он тоже может... Все, они будут участвовать непосредственно в этом проекте. И именно вот по этим, по костюмированным, мы достойные подарки будут. Такие же, как вот ребята участвуют, где один на один, пять на пять. То есть такой же будет примерно номиналом приз достойный девчонка. А какие вообще призы? Вот я прямо не представляю, какие я могу сказать, призы на рыцарском турнире. Раньше там была «Любовь прекрасной дамы», предположим, или там «Царская дочь», тому словно говоря. Ну, и в это немножко поиграем. А «Царская дочь» тоже будет? Да, будет, будет. Там, когда же при «Сурме крепости» мы там кого-нибудь изымем. Царицу. Конечно, зловеще. Но я думаю, если, дай бог, спонсоры у нас тут появились, я думаю, что за первое место даже телевизор подарим. Это в номинации командных боев. То есть такой немножко не средневековый подарок, конечно. Ну, ладно. Но это образный. Ну, зато полезный, да, такой, можно сказать, средневековый телевизор. Да. Вот. А то есть вы проводите это все, вот, какие-то, какое-то финансирование со стороны, предположим, муниципальных властей, там, или только спонсорские деньги? Управление по делам молодежи нам помогает каждый год. Ну, на призы, по крайней мере, небольшие выделяют средства. Ну, с каждым годом также прибавляются люди, которые готовы хоть чем-то помочь. Ну, кто-то за счет рекламы. Ну, к сожалению, пока что многое-многое очень своими силами и за свой, скажем так, счет. Мы просто болеем этим. Это уже было вполне понятно, так сказать, по разговору. Ну, вот, каждый год вы проводите подобные турниры, а весь год-то чем занимаетесь? Насколько это актуально среди жителей нашего города? Может быть, у вас, ну, тренировки или как-то у вас, называется, проходят? Ну, если вот с моей стороны, да, с вопросу, как я, руководитель конного клуба, да, вот в тот год мы вот с Колей юбилейный проводили, пятый раз, мне было приятно, что уже дети подходили и уже там кричат, там, это мой любимый рыцарь черный, это мой любимый рыцарь, там, белый. То есть уже знают лицо? Да, они выбирали кого-то уже, брали меч в руки, одевали на себя шлем. То есть они приходят после, катаются на лошадях, они хотят в будущем этим заниматься. Тоже участвуют. Что мы хотим пронести для нашего поколения? Это все-таки больше соревнования или такая игра в истории? И то, и другое. Ну, ладно. Ну, что нам осталось сказать, только повторить, да? Повторить, да. Ближайшие выходные. 3-го и 4-го числа в Порошино. В Порошино, да. Рыцарский турнир. В 11 часов это все начнется в субботу, а второй день будет еще интереснее, чем первый. Поэтому все, у кого есть свободное время, если будет хорошая погода. Вот ирландские танцы, например, да? Да, ирландские танцы, да, да, да. То берите с собой своих детишек, которым это точно понравится, да, я думаю, и всем остальным понравится тоже. И приходите, приезжайте в Порошино. Спасибо, что к нам сегодня пришли. Николай Шутинов, организатор данного фестиваля, и Сергей Бисеров. Сейчас у нас реклама, скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Николай Горьков. И наша третья на сегодня уже тема. Это называется проект «Голопом по России за 80 дней. Подробности». И, соответственно, у нас в гостях автор этого мультимедийного проекта с этим загадочным названием «Голопом по России за 80 дней» Мария Савиных, выпускница нашего опорного университета. Мария, добрый день. Здравствуйте. У вас даже вы пришли со своим хэштегом, деревянным, да, «Голопом по России за 80 дней». Рассказывайте, что это такое. В общем, это проект, над которым я работаю уже год. Это была моя дипломная работа. И сейчас, в общем, его суть. Я собираюсь проехать от Калининграда до Владивостока через всю Россию, собственно, за 80 дней. И в каждом городе я хочу встретиться с авторами, писателями, поэтами, возможно, критиками. Не знаю, кто со мной захочет встретиться. Чтобы поговорить о родных городах этих авторов и, собственно, об их творчестве. Потому что мы, бывает, проходим мимо авторов и не знаем, что они, там, не знаю, лауреаты всевозможных литературных премий, там, ну, признанные мастера своего дела. А мы вот этого даже и не знаем. А встреча ради чего? Потом вы после этого, ну, соответственно... Когда проедете-то за 80 дней. Какой-то материал, книгу напишите или что это будет? Да, это будет все собрано на моем сайте, вот как раз-таки, Галопом по России за 80 дней. Где, ну, мультимедийные лангриды, ну, то есть мультимедийные статьи, где, там, видео, звук, сам, ну, текст, фотографии, все-все-все будет собрано. По каждому городу отдельная статья. Уже составили себе список, с кем бы вы хотели встретиться в конкретных городах? Ну, я начала сейчас это делать, но пока еще не окончательно, поэтому я не буду говорить. Мария, извините, вот до этого перебью просто. А вы когда собираетесь выезжать-то уже? В феврале-марте следующего года, ну, чтобы успеть подготовиться. А подготовка, она в чем заключается? Надо связаться с каждым городом, нужно найти авторов, ну, всех, там, писателей, поэтов собрать. Нужно найти человека, который меня встретит в этом городе, собственно. И к этим авторам подведет, да? Да, да, да. Поможет их найти. В видеоператоров найти. Ну, то есть, все вот это, вот, организаторская работа очень большая. Сайт у вас уже есть, где это все будет отражено? Да, уже есть сайт, и там даже есть первый материал про наш город. Ну, это логично, что я из Кирова, значит, и сайт должен открываться. Про кого у вас там? У меня на сайте есть, ну, если брать поэтов классических, грубо говоря, это Салтыков Щедрин, Леонид Дьяконов и Овидий Любовиков. А из современных поэтов и писателей это Андрей Жигалин, Аглая Соловьева, Людмила Суворова, Наталья Панишева и Наталья Кузницына. Вот когда вы материалы вот эти пишете про этих поэтов, писателей, что пытаетесь отразить? Вот Аглая Соловьева, вот что, есть такой у нас поэт, вот несколько стихотворений, или что пытаетесь передать? Я пытаюсь показать город наш, Киров, глазами этих поэтов. То есть, ну, немного скучно, если вот будет стандартное интервью, где там, как начали писать стихи и всё прочее. А в моих текстах именно Киров глазами вот этих поэтов представлен. И то есть и в других городах точно так же будет город глазами этих поэтов. Это очень интересно, на самом деле. То есть, вы выбираете какие-то тексты, где есть отношение этого автора к городу, к своему, да? Да. Либо он каким-то образом трактуется, упоминается и так далее, да? То есть, такие специфические тексты ищите. Всё верно. Но ведь есть же много поэтов, которые живут, скажем, в Кирове, там составляют его литературную славу, но просто как-то не употребляют наименование родного города. Тем не менее, они являются его частью. То есть, вы таких уже никак не поймаете, не выловите. Нет, это неправда. Ну, например, у некоторых поэтов в моём лангриде, ну, в этом материале, нет текстов, посвящённых именно Кирове. Вот я что и не в виду. Кирове в Вятке, но, как они сами говорят, мы здесь родились, мы здесь там выросли, или там живём здесь, и каким-то образом какие-то отсылки есть всё равно. Мы о них сами знаем, возможно, их не уловить, ну, вот сторонним людям, те, кто не знают об этом, но они об этом рассказывают, это очень интересно. Ну, то есть, вы пытаетесь показать такую разницу творческих менталитетов, да? Вот как люди творят в Кирове, потом как люди творят в Екатеринбурге, и дальше поехали там до Владивостока, примерно так, да? Ну, да, можно так сказать. Создать такую карту России глазами именно поэтов. Мария, вы выиграли грант Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория Смыслов-2016», грант 300 тысяч рублей. Давайте об этом, то есть поедете на эти деньги? Да, ну, это основная... Про этот конкурс давайте, что это за конкурс? И как вам так удалось-то вот? Пока ещё ничего не сделано, а уже доказали, что получится. Ну, в общем, это конвейер проектов конкурс, ну, то есть в рамках всероссийских форумов, они не только на территории Смыслов, есть ещё Таврида и ещё несколько форумов. Туда приезжаешь, и нужно уже иметь готовый проект, то есть где ты подробно расписываешь, почему этот проект важен, там, каким образом ты его собираешься реализовывать, прописываешь там все детально смету, то есть все расходы прописываешь, команду. То есть чем твой проект проработаннее, чем он, не знаю, интереснее, актуальнее, тем больше возможности получить грант. На самом деле грант может получить любой человек, главное гореть своим вот этим проектом. Это всероссийский конкурс? Да, это всероссийский. Вам приходилось ездить в Москву, как-то вот выступать перед аудиторией, вас выбирали, оценивали? Нет, это я ездила не в Москву, я ездила во Владимирскую область, где, собственно, проходил тот форум, на который я ездила, территория Смыслов. А вообще ребята ездят, например, в Крым, там проходит Таврида, по-моему, Балтийский Артек, ну, соответственно, в Калининградской области. И туда приезжаешь. Это первый этап вот этого конвейера проектов. Есть еще второй всероссийский интернет-отбор. То есть можно поучаствовать в этом конкурсе через интернет. То есть таким же образом эксперты все будут отсматривать, отслеживать. Эксперты кто? Ну, у каждой отрасли, то есть не только журналисты могут выиграть такой грант, могут, там, не знаю, вот у нас, по-моему, в Кирове историки выиграли или кто-то. В каждой отрасли признаны мэтры. Ну, у нас вот были, например, Матвей Алексеев, он директор компании Rambler и Ко, директор по внешним связям или как-то внешней коммуникации. Ну, и, в общем, такие признанные мастера в нашей отрасли. Если всероссийские, соответственно, из других регионов тоже были заявки. Много ли с кем вам пришлось соревноваться за победу? В этот раз было 166 проектов, из которых до публичной защиты было допущено 101 проект. Ну, проекты действительно очень интересные. Например? Со мной была девочка Света, она из Волгограда, и у нее был проект... Блин, наушники спали. Ничего, не беда. У нее был проект «Дышим футболом». Девочки? Да, у девочки. Класс. Она хотела привлечь к освещению футбола. Ну, то есть Волгоград — это же один из городов, которые принимают чемпионат футбола. Будут принимать чемпионат по футболу в 2018 году. И вот она хотела привлечь... У них уже сейчас есть команда, которая освещает все лиги любительского спорта, вот футбола именно. И они хотят привлечь в свою команду малоподвижных жителей Волгограда, если правильно помню. Вот такой проект, да? Да, ну, то есть там всевозможные... Ну, как оцениваете, почему вы победили? А вообще, вот из 101 проекта, допущенного до публичной защиты, сколько получили гранты? По-моему, 20... Нет, не скажу точное число, 20 с лишним проекта. 20 с лишним. То есть буквально каждый четвертый только, да? Как оцениваете? Как вы смогли? Почему вы победили, да? На самом деле, до сих пор удивляюсь, как это получилось. Но все равно слышали комментарии, говорили, вы хороши потому-то, потому-то. Почему? Во-первых, сам по себе проект интересен, потому что, ну, немногие решаются взять и поехать. Еще у нас нет проектов про современную литературу. То есть, хоть мне и эксперты говорили, что вот много же есть сайтов про литературу, много сайтов, еще больше сайтов про путешествия, но я их все-таки смогла убедить, что про современную именно литературу, то есть про региональных, родных наших авторов и поэтов, вот таких работ нет. Ну, может быть, не знаю, смогла убедить или какой-то огонек. Вот они все, все эксперты говорят, что главное гореть своим делом. Возможно, это у меня есть, но мне трудно это объективно оценить. Вы выпускница опорного вуза нашего. По специальности почему литературу-то выбираете? У меня специальность мультимедийная журналистика, так что, в принципе, я занимаюсь тем, что... Это же ее дипломная работа. Ну, дипломная работа. То есть тут все совместилось хорошо, то есть у нее было много времени над этим поработать, да? Ну, дипломная работа, я просто решила, что, чтобы не отступать, этот проект действительно реализовать, а диплом же его нужно написать. Уже продумали, как вы будете перемещаться? Настолько городов вам нужно посетить. Да, я же в своей смете прописывала логистику. То есть у меня папа бывший дальнобойщик, и он сидел прямо рядом со мной, и мы смотрели, как из какого города удобнее проехать. А вы двигаться-то как будете? Автостопом? С папой? Нет, конечно. Он уже давно не дальнобойщик. Ну, понятно. Нет, не автостопом. Это как раз-таки на этой... Я, собственно, просила деньги на само путешествие. Я буду на самолетах, на поездах, на электричках, на автобусах. Ну, и, возможно, еще придется блаблакаром пользоваться. Ну, не знаю, как. То есть в каждом городе буду выбирать способ оптимальный. Ну, примерно маршрут у меня написан. А не боитесь в такие дали, одна, без папы? На самом деле нет. Ну, хотя, может быть, я и лукавлю. Наверное, страшно, но... Представьте, Владивосток, это же неделя на поезде. Ну, это одно дело доехать. Я просто представляю, это же колоссальная работа для того, чтобы действительно понять, а с кем тебе нужно встретиться, этот материал в итоге получить. И его еще и на сайт это все поместить. Для этого я собираю в Кирове команду, и поэтому такой большой подготовительный этап, чтобы я им, ну, и все успела и продумать. Команда. Кто у вас в команде? Ну, у меня, в большинстве своем, это мои одногруппники. Вот. Друзья, которые... Ну, и еще сейчас я ищу людей. То есть мне нужны, например, специалисты в области СММ. Ну, еще что-то. Ну, тоже это прорабатывается. Дизайнер, например, для сайта нужен, для соцсетей. Это мне все-таки интересует вопрос. Вот вы едете уже по какому-то маршруту, то есть вы должны уже знать, что в этом городе вы будете встречаться с тем-то, с тем-то, с тем-то. Как вы их вычислять будете, я не могу понять. Алгоритм вычисления авторов в городах современных. Да, это логичный вопрос. В общем, я собираюсь сотрудничать с библиотечной сетью нашей. Ну, то есть сейчас через... Как еще можно выйти к авторам? В любой библиотеке, в принципе, есть список писателей, вот именно краевых, родных, то есть которым можно обратиться. Вот. Ну, еще такой вопрос, что те писатели и поэты, которые уже поучаствовали в проекте, они рекомендуют своих коллег. Ну, то есть я могу обратиться к ним. Вот мне уже Наталья Панишева, например, предложила, Андрей Жигалин тоже. Друзей своих из других регионов, да? Да, ну, то есть интересных каких-то людей, личностей, действительно, к которым можно обратиться. Дипломную работу ты уже защитили, да? Да. Но такая еще колоссальная работа предстоит впереди и поездкой, и я представляю потом все это изложить на вашем сайте, сами же все это будете писать. Ну, да. Да? Ради чего это все? Защитили дипломную, слава богу. Зачем столько еще трудов? Нет, ну, это же действительно очень важно, чтобы люди знали, чтобы они не проходили мимо на улице. Вот идет человек... Поэт. Поэт. Он поэт или писатель, или, возможно, даже критик, или... Он очень интересен. У него там целый мир огромный, просто глубокий, и там очень все интересно. Он рассказывает. Он видит город не так, как мы. Он видит, обращает внимание на какие-то детали, мимо которых мы вот проходим каждый день, и даже, ну, просто пропускаем их. А что касается этого сайта, ну, это такая разовая история? Написали, и все. Или потом будет он развиваться, как-то привлекать аудиторию? Нет, я планирую, что он в дальнейшем будет работать, после того, как закончатся, грубо говоря, деньги гранта, что будет, возможно, не одно такое путешествие, и, возможно, даже темы разные. То есть сейчас я, например, по литературе еду в следующем году, возможно, там, кино или театры. А сайт уже работает? Да, сайт работает. Скажите адрес. trip80days.ru Ну, пока такой адрес скоро будет еще и на латинице, то есть голопом по России за 80 дней.рф Такое длинное вот такое, да? Да. Понятно. 80 дней, это вы как-то просчитали, да? Или это просто красивое название, отсылающее к известному роману? Да, это красивое название, отсылающее к известному роману. На самом деле, с названия именно все и началось вообще этот проект и эта идея привязать литературу к путешествиям. Ну что, спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Успехов вам в вашем путешествии. После вас все получится. Сайт будет интересным. Многие, кто на него зайдут, и много что интересного узнают. Мария Савиных, автор мультимедийного проекта «Голопом по России за 80 дней», выпускница нашего опорного возраста. Но у нас остается, на самом деле, 4 минуты. Я вот так вот сейчас хочу захватить это время и рассказать про грядущее мероприятие. Сейчас мы говорили о том, что наши гости поедут по городам. А я уверена, что 4 сентября гости из других регионов приедут к нам в Киров. И все потому, что у нас будет проходить благотворительный полумарафон «Вятские холмы». Этот спортивный праздник объединит и взрослых, и детей, и любителей, и профессионалов. Много мы уже говорили об этом. Я надеюсь, что действительно людей, несмотря на то, какая бы погода ни была, соберется много. Регистрация на сайте «Вятские холмы» через defis.rf или же на федеральной площадке регистрации rushrunning.com продолжается. Продлится она и сегодня, и завтра, и в пятницу до 11 часов вечера. Слушатели, вы можете выбрать дистанцию, которую побежите 3 км, 10 км или сам полумарафон 21 км. Дети побегут 300 метров или же 600 метров. Всех участников ждут памятные призы. Конечно же, это медали финишеров, чтобы потом посмотреть и вспоминать, какими вы были чемпионами. Каждый получит футболку «Найка». И что самое интересное, на основной дистанции 21 км будут разыграны путевки в Амстердам для участия в марафоне. То есть получают не победители, а даже если вы в своем темпе побежите 21 км, будете участником именно этой дистанции, у вас есть все шансы, что именно в лотерее победите вы и поедете на осенний марафон в Амстердам. Также у нас будет, как это сейчас проводится, вот такие мероприятия в крупных городах. Марафон и полумарафон – это всегда питание по трассе, это горячее питание на финише. Это то, что получают участники. При регистрации у нас есть стартовые взносы. Все стартовые взносы идут на развитие детского благотворительного проекта «Верю в тебя». После этого полумарафона мы будем проводить соревнования среди детей из школ и интернатов. И как раз все стартовые взносы пойдут на развитие легкой атлетики, спорта в детских домах и школах-интернатах. Также напоминаю, что продолжается конкурс. Уже сейчас, слушатели, вы можете сфотографировать себя, как вы тренируетесь, готовитесь к тому, чтобы пробежать. Нужно выложить эту фотографию в сеть, либо ВКонтакте, либо в Facebook, либо в Инстаграме. Написать, что участвуете в конкурсе. Написать хэштег «Вятские холмы 2016». И у вас будет шанс, если ваши фотографии наберут большее количество лайков, выиграть кроссовки беговые Nike. Приезжают у нас и олимпийские чемпионы, приезжают действительно такие люди, с которыми, уверенно, многие захотят сфотографироваться и пообщаться. И готовим мы не только спортивную составляющую, но стараемся сделать, чтобы и культурная составляющая этого мероприятия тоже прошла на уровне. Наталья Поволодская, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-1», бронзовый призер «Новой волны-2011», текст солистка группы «Ассорти» выступит на главной сцене на Театральной площади. Много всего интересного будет непосредственно на Театральной площади. Там же старт и финиш, и по трассе будут лучше музыканты нашего города. То есть бежишь под живую музыку. Всем, надеюсь, будет весело и хорошо. 4 сентября приходите. Ну, вот такой вот анонс я сделала. Николай, побежите, нет? Нет, я все равно не побегу, я лучше так пройду и послушаю живую музыку. Ну, тоже хорошо. Ну что, на этом программа «Унион разворот» заканчивается. Светлана Удельна, Николай Голиков. Всего самого доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова